Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Итак, сегодня наконец-то решил какая-то сопля на объектив упала моей камеры прелестной вот, так, решил сегодня записать видео на улице потому что дома нет возможности маленький ребенок, все такое, в общем, шуметь не особо-то и хочется и у нас тут очередная порция вопросов набежала как всегда мы их зачитаем и посмотрим что там у нас люди пишут, даже поотвече включаем кое-что, теперь можно добавлять папки в избранное, удерживайте папку, затем нажмите нажмите, понятно, так первый вопрос у нас поганали, пишет нам Влад перевернем, чтобы нам лучше видно было Сюжный Влад пишет Добрый день, подскажите, пожалуйста стоит ли делать 20 повторений в приседаниях, а также фронтальных, при тренировках на массу, честно говоря, они очень тяжело выполняются, особенно фронтальные или можно делать по 8 повторений ну, вообще, как бы можно делать не вижу причин против можешь чередовать допустим, две недели на силу и одна вот такая вот многоповторка то есть, в принципе, вполне даже эффективно себя такая система закрыли, зарекомендовала, я так занимаюсь, например так что можно следующий нам пишет Дрмитрий нет, Виталий, Дмитрий уже потом дополнил его комментарий так Виталий нам пишет здравствуйте, посоветуйте, Сергей, что можно от прыщей попить и как долго попить можно Рокутан это, кстати, берите на заметку себе очень хорошо помогает от погощиков и от угрей вообще принимать его примерно где-то по 10-20 миллиграмм в сутки если у вас такой не сильный осыпь ну, если сильная, то там в принципе по-моему, до 120 микрограмм доходит в микрограммах, кажется, я уже не помню то ли миллиграмм, то ли микрограмм по-моему, в миллиграммах там уже, честно сказать что-то как-то вылетело из головы в общем до 120 там то ли микрограмм то ли миллиграмм доходит дозировка ей-богу, блин, забыл вот капец прохлятый дизлексик так а еще и зеркалин, кстати зеркалин это аналог этого самого как же его там вот эта дорогая хрень была тоже на антибиотиках кожу обрабатывать вот и зеркалин он дешевый, блин, можно сказать, как грязь вообще намного дешевле та хрень стоит, по-моему, где-то 20 баксов а зеркалин там стоит 5 баксов так что зеркалин тоже, кстати, классно помогает подсушивает кожу в общем поможет вам избавиться от причин так, Дмитрий пишет ниже скажите, почему вы рекомендуете Ролл Кутан вы имеете с этого что-то? а что я могу иметь с Ролл Кутана, интересно? он же по ПЦ как опасен со своими побочками фарма отдыхает так везде есть побочки во-первых, нужно учитывать тот факт, что это возможные побочные эффекты индивидуальная неприносимость и все остальное то есть они не обязательно у вас будут у меня, я допустим, пил Ролл Кутан единственная побочка, которая у меня была это сухость губ губы облазили просто пипец какой-то это единственный дискомфорт был а так все у меня было отлично поэтому не стоит волноваться по поводу побочных эффектов тут как бы 50 на 50 они могут быть, а может их и не быть поэтому как бы такие вот лекарственные препараты да и вообще не только они так следующий у нас Сергей здравствуйте подскажите пожалуйста при наборе массы такие продукты как хлебобулочные изделия кондитерские изделия сахар полуфабрикаты усилители вкуса соусы майонезы кетчупы а соусы и майонезы кетчупы это усилители вкуса разве по-моему это как заправка но не усилители вкуса усилители вкуса сахар и соль имеют смысл в употреблении конечно на массе вообще можно блин без ограничений питаться как бы по барабану хотя и на диете тоже можно гибкая диета есть такая я уже забыл как она называется есть зарубежные там какое-то течение появилось но она уже давненько хотя я в 2014 году написал еще по этому по этому поводу статью вот есть на сайте твой тренер вот то есть диета без ограничений но ограничения есть по калории а вот дальше смотрим смысл употребления и так далее так насколько я знаю эти продукты калорийные но при этом создают гормональный фон который замедляет набор мышц у мужчин какой гормональный фон эти продукты могут создавать сирожа то вообще какой то не ну может он с таким намеком что типа гормоны добавляют ну как бы блин даже если гормоны куда-то и добавляли ну как бы у тебя из одного раза ты там где-то принял ничего же не упало не это самое не ватухло не ожирел бабой не стал как бы в нашем мире блин не хватану где-то гормонов или антибиотиков это в принципе уже невозможно даже блин просто и дело даже даже не в том что там добавляет что-то дело в том что в самой свинятине курятине говядине есть уже свои гормоны даже в молоке есть гормоны представьте себе когда вы пьете гормоны ой молоко ну можно сказать в прямом смысле вы пьете гормоны потому что там есть гормональный фон так и к слову продукты эти гормональный фон никак они вообще никак на него не действуют дело в том что тут проблема не в самих продуктах а в их количестве если ты жрешь как бы ну дохрена и не занимаешься спортом вообще не ведешь активный образ жизни то есть сидишь на жопе ровно и ты жреешь тогда да у тебя в последствии из-за ожирения будут проблемы с гормонами и не только с гормонами так дальше у нас моя рекомендованная калорийность для набора 3000-3200 калорий ну более-менее в день спокойно есть и исключить эти продукты то могу и без них держать норму калорийность иногда бывает недобор и какой вариант более выгодный в этой ситуации жрать все вот какой выгодный вариант по-другому ну никак просто-напросто ну на вареных куриных грудках блина спаржи далеко не уедешь так следующее нам пишет у нас Ира пишет Ирка хотел пошутить но не буду так хотя так хочется пошутить Ирка в попе но я думаю вы уже поняли дырка так здравствуйте если это поправилось хотелось бы похудеть и иметь небольшой рельеф вопрос если вы faith и делать силовые тренировки то при этом физическую активность вести и не худеть еще и набирать при этом это блин в принципе невозможно поэтому если вы будете соблюдать дефицит калорий и тренироваться делать много кардио вы будете ходить обязательно так следующий нам пишет арней ну наверное это не его скорее всего имя подскажите пожалуйста таблетки а навар они без побочного эффекта написано что они дают выносливостью и сжигают жир стоит их принимать безопасно ли они на самом деле они без побочного эффекта нет любые лекарственные препараты даже не лекарственные настойки шумостойки все остальное имеет побочные эффекты то же самое анавар да он самый безобидный безобидный из всех а.с. вот но даже у него есть побочки такие же как у всех остальных анаболических стероидов поэтому как бы без побочек не обойтись понижение своего теста там и многое другое тоже может быть но все зависит конечно же от дозировки вот поэтому в принципе ну так как я уже сказал что это самый безобидный препарат в принципе ну чего может принимать а жир он сам по себе не сжигает сжигает жир диета другое дело что анаболические препараты помогают скажем так превзойти эту разницу когда у вас жировая ткань сильно нарастает или катаболические процессы превосходит метаболически то есть можно это все перевернуть и чтобы метаболические процессы превосходили катаболически благодаря анаболическим препаратам так следующий нам пишет катерина такой вопрос если качать пресс нижний и верхний лучше будет если перед тем как согнуть тело я буду вытягивать живот и потом уже наклоняться коленям это поможет именно избавиться от жира на животе соответственно вместе с бжу кто бы катерину научил запятые ставить просто какой-то поток текста или разницы нет как его выполнять с тянутым животом или нет да в принципе без разницы просто делайте скручивание да и все блин ну как бы вот а вообще можете посмотреть у нас на сайте допустим у меня тоже на сайте есть техника выполнение упражнений если у вас там все понятно и доступно написано то есть как бы них проблем не вижу чтобы зайти и найти то что нужно через поиск на сайте так следующий в следующий период следующий пишет нам владом добрый день пью протеин два раза в день после завтрака плюс после тренировки хочу заменить один протеин на один гейнер когда его лучше пить где-то читал что лучше перед тренировкой гейнер а после протеин это так не всегда туда сколько до тренировки пить гейнер да в принципе по барабану организму когда его бить вот так как он все равно то есть перед или после тренировкой то есть неважно ставите там где он нравится там где вам удобно потому что но это особо это роль не играет в принципе потому что для того чтобы защипить тот же белок допустим и необходимо некоторое время то еще не сразу его условия по странировке вот то же самое перед тренировкой но перед тренировкой в принципе углеводов можно тяпнуть чтоб типа побольше энергии было но она как бы блин принципе большой роли вообще не сыграет поэтому в принципе принципе не особо то и важно когда его пить ну раз уж вам посоветует а да ладно пейте протеин после тренировки а генер до тренировки где-то примерно за 10 минут можно даже сразу перетировка то есть без разницы это продукты которые очень быстро усваиваться так вот так следующий пишет нам баки джан доброго времени суток спасибо за программу очень много полезного нашел подскажите пожалуйста какие орехи лучше всего употреблять как то так и после тренировки тренируешься на массу сюда без разницы какие орехи употреблять они все одинаковые я лично люблю арахис вот если нравится где-то другие то есть может любые даже мексиканские орехи по выходе мексиканские не не нравится они там блин какие-то кисленькие на вкус цветоварищи не поэтому даже арахис подойдет то есть ну как а так как они долго перевариваются то их лучше конечно есть после тренировки так владимир пишет добрый день подскажите пожалуйста питание для наращивания мышечной массы и частичного похудения преобразовать жир в мышцы строение между мезо и эндеморфом во-первых жир в мышцы не преобразовывается никаким образом вообще жир это просто и запас энергии он не содержит там не аминокислот ничего вообще такого из чего бы могли строиться мышцы вот и во-вторых одновременно сбрасывать жир и набирать мышцы невозможно сначала надо что-то одно так что в данном случае такого свет 94 кило росту 78 сантиметров я бы вам посоветоваться за начинать худеть вот и все диеты конечно же есть у нас на сайте так следующий пишет нам александр здравствуйте мне 42 года вес 60 плюс минус 1 килограмм окей а рост какой может у тебя там метр пятьдесят рост и как бы при тренировках в тренажерном зале если протеин принимать минимум два раза в день по рекомендации на протяжении месяца сколько смогу прибавить мышечной массы ой ой у меня сейчас кондратии хватит какая мышечная мышь и пусть и просто капец это как они задолбали с этими тупыми вопросами это просто невероятно не обижайтесь александр ну уже не первый я думаю не последний конечно который задает такой вопрос но мы же блин протеин это просто белок это обычная еда это как курицу съел там мясо кусок еще же но это просто как бы ну это удобно принимать это специально сделано для того чтобы для удобства что мог быстро что-нибудь сообразить коктейльчик коктейльчик себе 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 то есть и не голодать в общем то получить норму по белкам вот никакой прибавки в принципе у тебя от него не будет как бы ну можно даже вообще без белка почти обходиться и набирать мышечную массу при но для этого нужно профицит калорий нужно много жрать обязательно то есть сейчас масса масса там и сет килограмм а вот то тебе надо жрать и я вообще всем советую в принципе минимум 4000 калорий сутки жрать и тогда будет масса очень многие кстати думаю ошибаюсь в том что они думают что они много едят я уже сколько раз считал пересчитывал и блин там жуткие недоборы у людей они думают что они едят много у них масса не роду и муру москва не растет а конечно сам хава жми две две с половиной тысячи калорий в сутки разве это много вот я вам много жрал блин и 12 тысяч калорий в сутки жрал но для этого учитывать еще должна быть хорошая пищеварительная система потому что не у каждого выдержит жкт такую нагрузку а если не выдерживает еще нужно принимать дополнительные ферменты например таких панкреатин это обязательно так опять владимир пишет можно ли употреблять порошковый протеин не занимаясь спортом конечно можно если ты мало белка потребляешь ну как бы у тебя как бы это вызовет и занят и в общем никогда тебе жрать вот готовить ну то в принципе можешь с собой брать протеиновые батончики сухой протеин его в любое время можно разбавить водой нельзя искать с собой уже жидкий протеин зачем в шейкер закинул сухой где-то остановился там в парке еще где-то ходишь по делам там допустим воды налил пол литра размешал выпил и все и получил свою норму белка и пошел дальше весь такой довольный получивший белка все дела вот так следующий нам пишет лаура здравствуйте подскажите пожалуйста каким препаратом можно ускорить рост только ягодичных мышц никак не растут и где можно это сделать в москве сама не справлюсь бедоняшка ягодичные мышцы не бывает таких препаратов которые растят только жопу даже питания не бывает такого которая растит только жопу можно нарастить ее упражнениями можно нарастить и профицитом калорий в общем но только жопу принципе одну невозможно дна поэтому делайте специальные изолированные упражнения коих у меня и на сайте твой тренер и на сайте iron adx точка вам полным полно виктор здравствуйте нахожусь на газет и для тех кто не в курсе газеты это гормон заместительная терапия тесто н н тат протеин обязательно в рационе или достаточно того что ты со стороны синтезирует белок спорта раза ничего он там не синтезирует он усиливает синтез компонентов там до синтез строения мышечные ткани но синтез белка он ничего не производит то есть он усиливает усвоение белка веществ и всех остальных из пищи но вы производите он ничего не производит вот так обязательно ли рационе протеин ну если у тебя полноценное питание нормальный ты потребляешь много белка то дополнительно тебе ничего не надо то есть у тебя не хватает белка на много углеводов жиров то да да можешь приобрести себе уже готовый протеин вот следующий нам пишет илья можно ли сидя на курсе принимать бы циамины кислоты ватамины в этом и на конечно можно чушь нельзя так алексей добрый день данная тренировка подойдет при использовании а с или она недостаточно тяжелая для них интересно кто будет заниматься по тренировке вы или анаболический стероиде так я просто удивительный вопрос конечно же вообще любая тренировка подойдет но как бы заниматься это не все это будет а вы поэтому по барабану абсолютно любая тренировка подойдет здравствуйте l-карнитин плюс хром как может повлиять на зачатие детей положительно или отрицательно l-карнитин плюс хром на зачатие детей алексей лучше не принимайте эту пищевую добавку ужасно потому что яйца отсохнут и отпадут останетесь им патента гарантирован печень отпадет все такое в общем облысение будет повсюду вообще но если без шуток то на детей это вообще никак не повлияет и на зачатие детей тем более л-карнитин по моему насколько помню в организме у нас вырабатывается chrome я уже не помню где он есть и ладно поехали дальше баху дур здравствуйте можете готовую программу предложить для увеличения роста 17 лет то что 5 сантиметров 60 килограмм вес заранее спасибо программ для увеличения роста не существует в природе единственное что может тебе еще пока подрасти 17 лет 165 сантиметров ты шо блин метр двадцать ростом что волнуйся что у тебя блин рост небольшой я вообще пристаю ладно там человеку блин метр или 90 сантиметров ростом волноваться об этом это переживать а от тебе то чего тем более 17 лет может еще вылез я знаю одного хрена вообще там блин ему даже и в минусы это блин чуваку блин 30 лет а он до сих пор растет тоже хранить может там уже два метра блин ты прикинь как ему неудобно обувь хрена иди там лопища такая блин 45 размер блин капец какой-то попробует обувь надыбать одежда даже проблема просто капец в маршрутке или в машине ехать есть даже шутка заговор маленьких людей пришли они же не влазят в автомобиль вот а тебе фразе и но если ты хочешь же так вырасти блин этот самый тогда можешь взять и гормон роста или счетом у нас еще гормон роста повышает выработку своего собственного глютамин до глютамин кажется точно а все это был последний вопрос вот такой вот у нас сегодня видео было так что обязательно ставим лайки подписываемся на канал комментируем репостим всем до новых встреч пока